Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Умеют и бдительность усыпить, и ключик к сокровищам подобрать. За 5 месяцев 2024 года он превысил уже 400 миллионов рублей. Именно такую крупную сумму ульяновцы добровольно передали мошенникам. Моришкин родник спасаем всем миром. Труба забита. По словам жителям, 50 лет назад это была труба проложена ими, самими жителями. Естественно, она уже износилась. Добровольцы очищают исток и окрестности от мусора. Администрация города рассматривает возможность заменить старую трубу на новую. Передышка для мам и бабушек. Мамы могут встретиться, вместе сходить на выставку, куда-то на концерт. Или на мастер-класс. Активисты Народного фронта запустили в регионе проект «Про нее». Главная его цель – разгрузить хоть немного мам и бабушек, которые воспитывают детей инвалидов. В мэрии Ульяновска прошел круглый стол по наболевшей теме «Как не стать жертвой мошенников». Злоумышленники под разными предлогами ежедневно забирают у людей миллионы, погружая своих жертв в долговые ямы. Преступники используют действенные психологические приемы, чтобы запугать человека и не дать ему время на размышления. Артем Петров продолжит. Мошенники продолжают атаковать россиян по всей стране. Звонки с неизвестных номеров, где в разговоре злоумышленники под любым предлогом стараются втереться в доверие, чтобы забрать у человека все до копейки. Сегодня одни из самых массовых преступлений ежедневно только в Ульяновской области. С десяток тех, кто повелся на их уловки. В 2023 году ущерб от данных преступлений составил порядка 660 миллионов рублей. Это для жителей Ульяновской области. В этом году за 5 месяцев 2024 года он превысил уже 400 миллионов рублей. То есть, вот сами судите о темпах роста данных преступлений и ущерба, наносимых ими населению региона. Круглый стол с основной темой «Как не стать жертвой обмана» прошел в здании городской администрации. Схем, по которым действуют злоумышленники, огромное количество. В последнее время одна из самых популярных – звонок от имени портала Госуслуг. В месседжерах преступники устанавливают на профиль фотосервиса и звонят жертве с попыткой завладеть ее личным кабинетом. Доступ к аккаунту у мошенников появляется сразу, как только человек называет им код из поступившего СМС. Получив эту цифру, преступник автоматически получает доступ ко всем вашим персональным данным. В ваших, скажем так, страничках Госуслуг есть ваш паспорт, есть ваш ИНН, есть ваш СНИЛС, ваши автомобили, ваше имущество. Кроме того, сейчас через Госуслуги можно получить микрозайм, и преступники этим пользуются. Эксперты отмечают, что мошенники действуют как профессиональные психологи. Они не дают потенциальной жертве время на раздумья, стараются запугать и максимально оградить потерпевшего от общения с другими людьми. Если это подросток, то давит на то, что ты сможешь подзаработать, помочь своим родителям. Если это взрослый человек, то давит на то, что вот, можно легко заработать. Если это более пожилой человек, то вот, нужна помощь уже там твоей дочери, например. Если вам поступает звонок с неизвестного номера, а в разговоре возникают даже малейшие подозрения на то, что по ту сторону мошенник следует незамедлительно повесить трубку. Также важно помнить, что через мессенджеры не будут звонить официальные структуры. И главное, ни в коем случае не передавать незнакомым людям свои банковские данные и любые коды из СМС-сообщений. Артем Петров и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Место, которое знакомо почти каждому жителю Ульяновска. К Маришкиному роднику приходили, чтобы набрать воды до недавнего времени. Она здесь была питьевая и насладится нетронутой природой в центре города. Правда, в июне начались проблемы. Вода стала прибывать, а территория заполнилась мусором. Был выявлен засор коллектора. Частично мы его прочистили. И в дальнейшем будем продолжать производить работы по устранению засора. Труба забита. То есть, по словам жителям, 50 лет назад это была труба проложена ими, самими жителями. Ну, естественно, она уже износилась. Плюс тут помогли нам дожди. Пока чиновники борются с первопричиной, неравнодушные жители города устроили субботник. Представители политических партий, спортсмены и сотрудники Минприроды очистили территорию от пластика и ряски. Водящие коллекторы забились бытовым мусором и ветками. Сегодня мы попробуем все это расчистить по возможности. Надеемся, что вода немного спустится. Решили всей федерации пойти вместе с тренерами, вместе с детьми и навести порядок. Вот всей федерации сегодня работаем. И хорошие примеры, ну, в первую очередь для жителей, ну и самое главное для подрастающих поколений. Потому что, чтобы они знали, что труд, он не только... Сейчас администрация города рассматривает вариант замены проблемной трубы. Но сперва нужно откачать воду. Работы уже ведутся. А в правительстве Ульяновской области накануне прошел штаб по комплексному развитию региона. На нем обсудили введение государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения с использованием единой федеральной информационной системы. Речь шла и о результатах федерального конкурса «Регион для молодых». А также о проведении фестиваля современного искусства и зодчества «Окна». Подробнее в материале Эллы Шаховой. Самый крупный в стране музей наличников откроется в ближайшую субботу под открытым небом наличники Симбирского Ульяновского края. 44 экспоната собирались в экспедициях со всего Симбирского края в течение полутора лет. Об этом было рассказано на штабе правительства по комплексному развитию региона. Как показали наши выезды, если год через два запланировать от сегодняшней даты какую-то аналогичную историю, которую мы уже завершаем в своем случае, то, наверное, собирать-то уже было бы нечего. Музей наличников откроется в рамках фестиваля современного искусства и зодчества «Окна». Это будет пышная ремесленная ярмарка с музыкантами и стритфутом. Геолокация улицы Ленина. Здесь же на штабе подвели итоги федерального конкурса «Регион для молодых». 13-е место из 50 регионов-участников принесло нам 120 миллионов рублей. Оно будет направлено на ремонт двух молодежных центров в городе Димитровграде, в соцгороде, в районе и в Новоспасском районе. На штабе обсудили введение государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения с использованием единой федеральной информационной системы, с четкой фиксацией, кто какой землей владеет и что на ней выращивает. По состоянию на 25 июня в системе отражено 64% пассивной площади Ярового Сева 2024 года и 92% площади Азимы Сева. «У нас есть информация, сколько еще земель сельскохозяйственного назначения фактически не обрабатывается по региону?» «Порядка 180 тысяч». «180 тысяч гектар. Это уже залесенные или пригодные для вспахивания, только нет нормального хозяина?» «Это залесенные, низкопродуктивные земли». Глава региона поручил профильному министерству усилить работу по введению необрабатываемых земель в сельскохозяйственную деятельность. Была озвучена также дата еще одного праздника, который отмечают после весенней-летней посевной День поля. Он тоже пройдет 6 июля. Так что ульяновцев ждут насыщенные выходные. Элла Шахова, Михаил Державин, Весть, Ульяновск. Про нее пойдет речь далее. Такое название дали новому проекту «Активисты Народного фронта», помогая мамам, сестрам и бабушкам, воспитывающим ребенка-инвалида. Ульяновская область стала пилотной, и взлет проекта в авиационной столице прошел успешно. Держим высоту и прокладываем остальным курс на комфорт и заботу о тех, кто каждый день заботится о других. Тетя, а это кто? А это педагог Центра содействия реабилитации «Ника». Здесь занимаются с особенными детьми. Мамы тут не только как зрители, но и как участники. Иногда занимаются с ребенком, а иногда с собой. Фитнес, йога, консультации с психологом и другими специалистами теперь легкодоступ. Здесь заботятся о тех, кто в заботах постоянно. Цель этого того, что оздоровить маму хоть как-то, поменять ее взгляд и отношение к той проблеме, к которой она живет. Вы все прекрасно знаете, как это сложно, как это больно. Всесторонним оздоровлением мам детей-инвалидов занялся Народный фронт, разработав проект «Про нее». С 2021 года он работает в Ульяновской области и за это время 600 женщин ощутили поддержку. Про них говорят, помнят и им создают комфорт. Цель данного проекта – это объединить мам, бабушек, сестер вот в такое целое, которым не хватает иногда общения, возникают какие-то вопросы по воспитанию детей, по адаптации их, по здоровью. И поэтому этот проект объединил женщин и детишек с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект дает нам возможность заниматься вместе с дочкой одновременно с занятиями у психолога, арт-терапией и йогой. Также на этом проекте мы не только занимаемся, но и общаемся с девочками, с такими же мамочками, с такими же проблемами. Чувство одиночества в стороне здесь со сложностями справляется вместе, подсказывая и направляя тех, кто устал от непростого быта. Опыт в этом направлении наработали многие регионы, и им хотят делиться. В Ульяновске на конференции собрались амбассадоры лучших практик. В нашем сообществе есть два направления. Первое – это передышка. Для мам устраиваем мероприятия, перезагрузку, когда мамы могут встретиться, вместе сходить на выставку, куда-то на концерт или на мастер-класс. А самое главное – они общаются. Второе направление – профессиональные ступени, по которым участницы сообщества могут идти, достигая новых вершин в совершенно незнакомых ранее профессиях. Образование навыки женщинам дают бесплатно, и далее, не отрываясь от воспитания особенного ребенка, мама может реализоваться сама. Маргарита Матюшинская, Валерий Клочков, Вести, Ульяновск. Делают ЭКГ, измеряют давление, проверяют уровень глюкозы и холестерина в крови. В Ульяновске продолжается акция «Доктор рядом». Мобильные бригады выезжают во дворы Заспияжского района областной столицы. Это для нас очень большая возможность, так как пациенты многие не могут дойти до поликлиники, а могут дойти в шаговой доступности к нам сюда, прямо во двор. Здесь мы проводим измерение роста, веса, измерение трудоглазного давления, измеряем сахар, холестерин, проводим анкетирование, выявляем факторы риска и приглашаем на дальнейшее обседание к нам в поликлинику. Терапевты проводят индивидуальные консультации и дают рекомендации по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни. Один из главных плюсов таких медосмотров – результаты врач озвучит сразу же. На очереди не стоять, ничего. Я в том году ходил в поликлинику, в том году ходил в поликлинику, тоже так же прошел, но к врачу они могут списаться, узнать свои результаты. Здесь я могу узнать свои результаты, сейчас терапевт мне все скажет. В поликлинику идти на дочери занимать, записываться заранее, в очереди стоять. А здесь пришел быстренько, раз-раз, все. Работа выездных мобильных бригад во дворах района продолжится до 27 августа. 30 июля медики приедут к дому на Камышинской, 15. 6 августа обследуют всех, кто придет по адресу проспект Хошимина, 21 и 23. 13 августа с 9 до 12 часов ждут всех на Отрадной, 5. Ульяновские художники решили порадовать маленьких пациентов и подарили детской инфекционной больнице свои работы. Картины выбраны не случайно, пейзажи и натюрморты, выполненные в спокойных тонах, уверены мастера наиболее удачно впишутся в интерьер и преобразят больничные стены. А терапия искусством пойдет на пользу и маленьким пациентам, и их врачам. Тематика, думаю, это более близкая, она позитивная, камерная, неброская. И надеемся, что наши работы отлично впишутся в интерьер инфекционной больницы и будут нести радость и положительные эмоции маленьким пациентам. Причем изображены на картинах красоты Ульяновского края. Их с особой любовью писали местные художники. Мы очень благодарны за такой подарок, поскольку при внесении в стены учреждения медицинского прекрасного искусства является очень приятным. И надеюсь, что этот подарок послужит в хорошей атмосфере среди сотрудников нашего учреждения, ну и среди пациентов. Марафон подарков продолжится и дальше. Ульяновские художники передадут и другие свои работы учреждениям областного центра. Российские леса оцифруют, а в борьбу с браконьерами вступят современные технологии. Сотрудники лесной отрасли со всей страны собрались в Ульяновске, чтобы обсудить передовые методы противостояния незаконной вырубки деревьев. О том, как в России сохраняют лес. Ирина Шмыгова. Сохранить лес, а значит защитить его от незаконной вырубки, специалистам помогают современные технологии. Российская компания «Ителма» разработала устройство навигационного контроля. Аппаратура позволяет узнать, где находится транспорт, например, перевозящий древесину. Для того, чтобы предотвратить какие-то внеплановые, внесанкционные действия, в рамках которых используется автомобиль. Устройство состоит из электронной платы управления, а встроенная сим-карта передает данные через систему ГЛОНАСС, доступ к которым можно получить через мобильное приложение. Прибор уже тестируют в лесных хозяйствах Барышского, Маинского, Радещевского и Николаевского районов. Мы сначала разработали прототип. Его активно использовали в том числе и в Ульяновской области с точки зрения проверки работоспособности тех функций, на которые это устройство должно предназначаться. Написали программное обеспечение, запустили все иные производства и теперь можно будет его приобретать и устанавливать на все автомобили. А чтобы необходимую информацию, в том числе об устройствах спутниковой навигации, можно было найти в одном месте, российские специалисты создали интернет-портал. Чтобы исключить технику, не соответствующую техническим характеристикам, некачественную технику, соответственно, просто технику, продающуюся по завышенным ценам. Уже в следующем году такими устройствами необходимо будет оснастить все автомобили, используемые в лесной отрасли. Это, уверены специалисты, поможет защитить лес от браконьеров. Ирина Шмыгова и Александр Осохин. Вести. Ульяновск. Школьные выпускные окончены, аттестаты вручены, а значит в учебных заведениях началась жаркая пора. Сейчас приемная кампания идет в пяти вузах и 39 техникумах региона. Екатерина Лазарева продолжит. Роман и Максим Миронов еще несколько лет назад знали, что учиться будут в железнодорожном техникуме. Определиться с выбором помог проект для школьников. Каждую неделю ребята приезжали на занятия, учились на электромонтеров. Познакомились с преподавателями, изучили учебные порядки. А теперь пришли в приемную комиссию, чтобы стать полноправными студентами. Занятия проходили один раз в неделю. На занятиях мы делали простые электромонтажные операции, работали со схемами. Потом у нас был квалификационный экзамен. Мы его с братом сдали. И потом нам в торжественной обстановке выдали сертификаты о профессии. В техникуме три основных направления. Железнодорожный транспорт, электро- и теплоэнергетика, а также жилищно-коммунальный комплекс. 200 бюджетных мест и по традиции всего одно главное требование – высокий балл аттестата. Выпускники техникума после обучения гарантированно находят работу. В учебном заведении студентов с первых курсов знакомят с потенциальными работодателями. Сейчас очень востребованы специалисты именно среднего профессионального образования. Поэтому необходимость в рабочих кадрах стоит очень остро. Поэтому все выпускники, которые даже в этом году закончили техникум, их ждут на рынке труда на совершенно разных предприятиях. Будь то железнодорожный транспорт, промышленные предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Со всеми предприятиями мы ведем очень тесные взаимоотношения, выстроенные. В вузах приемная кампания также в самом разгаре. Например, в ЛГПУ абитуриенты подали уже более полутора тысяч заявлений. Причем прислать документы можно даже по почте. У нас и в прошлом году, и в этом году действует несколько способов подачи документов. Это, конечно, через портал государственных услуг, который предоставляет Российская Федерация и возможность поступления из любой точки. Это через личный кабинет, который располагается на нашем сайте, и абитуриент может подать таким образом. Это подача документов по почте в бумажном варианте, если необходимо. Ну и, конечно, очное присутствие. В этом году в педагогическом вузе увеличилось количество бюджетных мест. 960 для бакалавриата и 388 для магистратуры. Оксана Волик окончила ЛГПУ в этом году. Выбрала интересное направление – математика и иностранный язык. Хочет продолжить обучение по смежному направлению, но уже в магистратуре. Я думаю, что мне недостаточно быть преподавателем. Я хочу быть еще и методистом. К тому же бакалавриат считается только первой ступенью высшего образования. Это не полное высшее образование. Поэтому я уже готовлюсь писать вступительные экзамены на магистратуру. Приемная кампания продлится до 15 августа. Причем прием заявлений могут продлить до 25 ноября, если на некоторые специальности останутся бюджетные места. Екатерина Лазарева, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. Ульяновские школьники проводят каникулы с пользой. В УЛГУ завершилась вторая смена летних интенсивов. Сотрудники вуза погрузили школьников в мир науки и показали, как работают настоящие ученые. Набираем 300 микролитров лизирующего раствора. О том, как выделить ДНК из клетки, а также как проводить ПЦР-диагностику инфекционных заболеваний, школьникам рассказывают и показывают научные сотрудники Госуниверситета. В лаборатории молекулярной биологии есть все для проведения самых передовых опытов. Принять участие в них теперь могут и школьники. Если школьник интересуется биологией, то в рамках школьной программы ему не смогут продемонстрировать какие-то серьезные методы работы, например, с клетками, с бактериями, с нуклеиновыми кислотами. И наша задача – это познакомить школьников с этой отраслью. А в лаборатории клеточной биологии школьникам демонстрируют методы окраски клеток с помощью флуоресцентных красителей. Получившийся результат подростки оценивают с помощью специального микроскопа. Я впервые увидела наглядный ПЦР-тест лабораторных крыс, мышей. Участвовала в эксперименте с ними. Мне это очень понравилось. В школе я такого не видела, а здесь была такая возможность. Кроме того, школьники обучались и по IT-направлениям. Летние интенсивы ежегодно дают возможность детям прикоснуться к науке, оценить возможности вуза и определиться с будущей профессией. А уже в сентябре школьники могут начать серьезную проектную деятельность преподавателями УЛГУ. Ребята могут за год создать проект, который, во-первых, ясно, что он более высокого будет уровня, чем они делают проекты в школах. Оценка за него пойдет в аттестат. И поступив в университет, школьник придет в знакомую лабораторию и будет заниматься тем делом, которое ему понравилось еще в школьные годы. А уже в сентябре на базе УЛГУ свои двери распахнет передовая инженерная школа. Это реальное производство фармпрепаратов. А сам вуз открывает новое направление магистратуры – биофарминжиниринг. Ирина Шмыгова и Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. По копейке с каждого уголка России Ульяновский краеведческий музей участвует в акции «Живая память», в рамках которой каждый может нести свой вклад в создание культурного достояния, бросив лишь одну монету в колбу. Масштабная акция по сохранению памяти о Великой Отечественной войне стартовала 22 июня. Каждый неравнодушный к своей истории житель Ульяновска может посетить краеведческие музеи и принять участие в проекте «Живая память благодатных поколений», опустив в колбу всего лишь пару копеек. Цель акции – вовлечение в создание исторически значимого информационного повода детей, семей, ветеранов и военнослужащих. Музей Победы вышел с предложением для регионов принять участие в всенародной акции «Живая память благодатных поколений». Данный проект, данная акция предполагает создание в Москве, Минске и Бресте памятников на основе переплавленных монет СССР. Конечно же, эти памятники будут посвящены подвигу солдат СССР в Великой Отечественной войне. Сбор продлится до 1 апреля 2025 года. Отлить памятники планируют ближе к лету, а торжественная установка на Поклонной горе в преддверии 80-летия Великой Победы состоится в сентябре. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом все. Следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» смотрите в 14 часов 30 минут.